Христос воскрес! Мы читаем Псалом, Псалом 22-й. Многие из нас знают его наизусть. Я буду говорить, а вы вместе со мной можете повторять. Вот если вы его знаете, говорите вместе. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, наставляет меня на стезе правды ради имени своего. И если я пойду долиной смертной тени, не боюсь, слава, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Он предо мной трапезу в виду врагов моих. Намастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в Доме Господнем многие дни. Аминь. Слава Богу. Видите, кто-то может быть утром забыл прочитать. Логу. Но сегодня рассказал на Иисус. Пусть вас благословит. Вы знаете, у нас в городе, в Розвиле, где я проживаю, есть козочки. Это городские. Их очень много. Где-то, наверное, больше 300 или 400. Очень много. И они разъезжают то с одной местности в другую местность. Они решают проблемы города. Какие проблемы они решают? Вы знаете, что есть места труднопроходимые. И тяжело там покосить траву. Но чтобы как-то сохранить город от пожаров, запускают туда вот эту стаю козочек. И они все уничтожают на своем пути. Все желтое, все зеленое. Все они уничтожают. И однажды их привезли возле нашего дома, нашего парка тоже, чтобы там они объели эту желтую траву. И дети попросили, говорят, идем посмотрим. Ну и мы пошли. Пошли посмотреть на эти козочки. Как раз между ними стоял ихний пастух и их звал. И я для себя приметил, как он их звал. На следующий раз дети решили покормить этих козочек. Нарвали зеленую сочную траву. Но они разбрелись вот по всей территории, которая была ограждена. Ну как их же позвать? Не скажут, что мы принесли вам хорошую траву, идите сюда. Они не поймут. Вот я вспомнил, как их пастух звал. И я произвел этот звук. И что я заметил, козочки, которые были заняты, кушали, кто-то бегал, кто-то что-то свое дело делал. Когда услышали этот звук, все замерли. Подняли свои головы и посмотрели в нашу сторону. Я еще раз издал этот звук. Дети бросили зеленую траву, и эта толпа коз пошли в нашу сторону. Это удивительное зрелище было смотреть. Хорошо, что мы были за ограждением. Текст, который мы с вами процитировали, Псалом 22, говорит о том, что Господь пастырь мой. То есть Господь, Он сравнивается с образом пастыря. Это не единственный Псалом в Священном Писании или место, которое говорит о том, что Господь пастырь мой. К примеру, Псалом 77, в 52 стихе сказано. «И повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынью». То есть Господь сравнивается с пастырем, а народ Божий, Израиль, сравнивается с этими овцами. Псалом 79, второй стих. Еще один Псалом, который говорит о Боге, как о пастыре. «Пастырь Израиль, в нем ли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на Керувимах, яви себя». Книга пророка Иезекииля, 34 глава, 15 стих. «Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их», говорит Господь Бог. Итак, мы видим, есть ряд мест в Священном Писании, которые сравнивают Господа с этим образом, образом доброго пастыря. Псалом, который мы с вами процитировали, Псалом 22, его можно разделить на две части. Первая часть, она сравнивает нашего Господа с пастырем, а вторая часть, последние два стиха, она сравнивает его с гостеприимным хозяином, где сказано «ты приготовил предо мною трапезу». То есть гостеприимный хозяин, он накрывает стол, он желает накормить гостей, «ты приготовил предо мною трапезу». «Намастил елеем голову мою». В это время, на Ближнем Востоке, там был такой обычай, что когда приходят гости, то не только умывали ноги, но и мастили елеем голову. Вы помните, слушай, когда Христос зашел к Симону Фарисею, и это то, что он не сделал Иисусу Христу. И ноги не умыл, и елеем голову не намазал. А потом пришла женщина, разбил алебастровый сосуд, мазала ноги Иисусу Христу. То есть это был такой обычай. Дальше сказано «чаша моя преисполнена». Тоже это и был такой обычай, что когда гости сидят, или возлежат вернее, то когда их угощали, там наливали чай или еще какой-то напиток, то хозяин, он смотрел, чтобы чашка всегда была полной. И если гость испевал эту чашу, он доливал. Но никогда эта чаша не была пустой. Лучше пусть останется, нежели будет пустой. Такой был обече. Это аж образный язык. Но когда мы в общении с Господом и имеем с Ним вот эту вечерю, наши чаши, мы как сосуды, всегда будем переполнены. Но вместе с вами я бы хотел рассмотреть не последнюю часть, Псалма, а именно первую часть, первых четырех стихах. И мы с вами рассмотрим пять характеристиков доброго пастыря, нашего Господа Иисуса Христа. Пять характеристик, которые мы находим в этих четырех стихах. Итак, первая характеристика. Добрый пастырь, он заботится о нуждах своих овец. Добрый пастырь, он заботится, он дает то, необходимое, в чем они нуждаются. Здесь в первом стихе сказано, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Что имеет Давид в виду, когда он говорит, что Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Ведь слово нуждаться можно отнести и понимать по-разному. Мы можем сказать детям, вот в чем ты нуждаешься, и дети скажут, мне нужно конфеты, мне нужно мороженое, мне нужно жвачки, сладкое. Вот в этом я нуждаюсь. Но добрые и мудрые родители понимают, что на сладком далеко не заедешь. И детям нужна необходимая пища, которая была бы для их жизни, чтобы они могли расти. Еще один такой разговор, я помню с одним из наших братьев, он рассказывал, что у него есть сосед. Сосед военный, и этот сосед попросил его, значит он инвалид, он не может ехать в магазин, попросил нашего брата, поедь в магазин и купи мне сигареты, потому что в этом есть моя нужда. Но брат мой наш говорит, нет, я за этим не поеду. Если было бы нужно воды или там пищу, хлеб, без проблем, но это покупать не буду. То есть, другими словами, мы имеем какую-то субъективную нужду или вот это субъективное желание, и мы думаем, что это нам, это то, что мы хотим, то, в чем мы нуждаемся. Но мудрые родители, добрый пастырь, он знает, в чем мы действительно имеем потребность. В чем действительно мы имеем объективную нужду, не субъективную. И у нас возникает вопрос, так добрый пастырь, Господь пастырь, мы, я ни в чем не буду нуждаться. Какую нужду он удовлетворяет? Вот то, что я хочу, или то, что мне необходимо? Я думаю, все будут согласны с тем, что Господь, Он удовлетворяет, Он восполняет наши объективные нужды. Не то, что мы хотим. Мы хотим сладкое, мы хотим конфеты, мы хотим жвачки. Но добрый пастырь понимает, что на этом ребенок не будет расти. И Он дает вот то необходимое. Поэтому Господь говорит через псалмопевца, что Он удовлетворяет, Он восполняет вот эти объективные наши нужды, которые служат во благо, а не во зло. Вы помните израильский народ, которого Господь вывел из египетского рабства? Нанесли пустыню, и Господь заботился о них. Вот если бы спросить израильтяна, в чем ваша нужда, в чем ваша потребность? Знаете, чтобы они ответили? Давайте мы вместе с вами прочитаем числа 11 глава 4 по 6 стих. Вот что бы они просили. Числа 11 глава 4 по 6 стих. «Пришельцы между нами стали обнаруживать прихоти». Обратите внимание на это слово «прихоти». «А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет. Только манна в глазах наших. Только манна, манна, манна». Израильский народ, что вы хотите? И они, как эти манны и дети, они делают вот этот весь список. Мы хотим мясо, мы хотим рыбу, мы хотим дыню, мы хотим огурцы, мы хотим лук, мы хотим чеснок и так дальше. У них целый список, что они хотят. Это их прихоти, это их субъективные нужды. Ну, посмотрите, что говорит Господь. Их пастырь, который вел их в этой пустыне. Об этом случае он говорит во Второзаконии, 2 глава, 7 стихе. «Ибо Господь, Бог твой, благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь, Бог твой с тобою». И обратите внимание на следующие слова. «Ты ни в чем не терпел недостатка». «Ты ни в чем не терпел недостатка». Добрый пастырь говорит, «Ты ни в чем не терпел недостатка, когда ты был в пустыне». А израильский народ говорит, «Да, мы нуждаемся в мясе, в рыбе и в целой перечи». Господь говорит о том, что когда он является добрым пастырем, человек его, его народ ни в чем не имеет недостатка. Кстати, во Второзаконии вот этот стих, который мы с вами цитировали, «Ты ни в чем не имеешь недостатка». Вот это слово «недостатка» и в Псалме 22 последнее слово «нуждается» – это одно и то же еврейское слово. Другими словами сказано, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду вот здесь нуждаться». То есть терпеть недостатка. «Не буду терпеть недостатка». Одно и то же самое слово. Господь, Он, пастырь, мы должны быть согласны священным писаниям, что когда Господь является моим пастырем, я ни в чем не буду объективно нуждаться. То есть да, у меня будут субъективные нужды, хотения, прихоти какие-то, но объективной нужды у нас не будет, потому что Он заботится о нас и Он знает, кому что дать. Кому дать богатство, кому дать бедности, кому дать здоровье, кому отобрать здоровье. Господь знает, Господь знает, кому что дать, потому что Он есть добрый пастырь, Он заботится о нас. 2 Петра 1 глава 3 стихе сказано, «Как от божественной силы Его дарованы нам все потребное для жизни и благочестия». Нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Мы, братья и сестры, можем проверить себя. Вот тот список, который мы хотим, что мы желаем, он соответствует этому объективному списку, который Господь дает. Или, может быть, мы желаем, это наше, субъективное, Он не будет его восполнять. Потому что Господь, как добрый пастырь, как мудрый родитель, Он знает, что лучше для Его детей. И так Он дает, Он восполняет наши нужды. Вторая характеристика доброго пастыря, Он дает самую лучшую пищу, 2 стих. Сказано, Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим. Что означает, Он покоит меня на злачных пажетях? Что это за злачные пажети? Это хорошие пажети, это богатые пажети, это пророк Исаии, 66 глава в 14 стихе, упоминается то же самое выражение, только там перевод идет, как «молодая зелень». То есть злачные пажети – это молодая зеленая трава, сочная трава. Господь ведет на злачные пажети. Он – это добрый пастырь, который заботится. Кто был в Израиле, тот знает, что их погода, их климат, он очень похож на наш калифорнийский. Уже поздней весной, вот как сейчас, уже трава засыхает, уже становится желтой. Целое лето желтая трава, даже вся осень, мы были там в конце октября, в начале ноября. Вот что я заметил, горы – пустые горы. Но эти овцы, эти козы, они что-то там едят. Я даже не знаю, что они едят, но они там пасутся. Когда мы вспомним детей Иакова, или братьев Иосифа, которые пасли стада своего отца, вы помните, вот они жили в Хеврон, у нас есть маленькая карта, вот где Мёртвое море и Средиземное море, между ними находится Феврон. То есть это чуть-чуть южнее Иерусалима. Эта местность, она очень сухая. И когда они не находили вот этих злачных пожитей, они пошли севернее, они прошли десятки километров, для того, чтобы дойти до Сихема. Когда они пришли туда, они увидели, что там нету этих злачных пожитей. И как хорошие звуки, они пошли еще выше. Они пошли в Дафон, и там нашли вот эти злачные пожитей. Пошли еще немного севернее, на несколько километров, и все-таки нашли вот эти злачные пожитей. Если сейчас посмотреть на Израиль, то там действительно пустота. Там нету вот этих злачных пожитей. Для того, чтобы найти что-то, нужно идти более на север. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня вот на этих злачных пожитах. Он как добрый пастырь, Он ищет эти самые лучшие пожитей, для того, чтобы накормить своих овец. Кроме этого, Он водит меня к водам тихим. Мы с братьями и сестрами были также возле Иордана, который впадает вот это Мертвое море. И что я заметил, что эта река, она очень медленная, небольшая. И я думал, ну, овцы могли бы здесь и попить эту воду. Но все дело в том, что когда жил Иаков, когда жил Давид, Иордан был намного больше и бурляще. То есть овцы не могли пить, потому что они боялись вот этой бурлящей воды. На сегодняшний день очень много больших городов возле Иордана, которые просто тянут воду из Иордана. Много инфраструктур, которые нуждаются в этой воде. Поэтому уже под самый конец эта река, она становится небольшим ручьем, я бы сказал. Вот. Но когда жил Давид, когда жили дети Иакова, тогда был Иордан очень таким большим и бурлящим. И пастухам действительно нужно было идти и искать вот эти места, где было немножко мелко и где вода была поспокойнее для того, чтобы напитать своих овец. А если не находили, они искали вот эти колодцы, доставали воду и поели своих овец. То есть хороший пастырь, он ищет эти злачные пажики и водит своих овец к водам тихим. Следующая характеристика доброго пастыря, он заботится о душе, он заботится о жизни своей овцы. Третий стих сказано, «Подкрепляет душу мою, направляет меня на слезе правды ради имени своего». Дословно, вот, «подкрепляет душу мою» означает «возвращает душу мою». Когда человек изнемогает, когда он устает, говорят, что вот жизненные силы уходят. Когда он отдыхает, жизненные силы возвращают. Вот это слово «возвращает душу мою». Это дословный перевод. То же самое слово мы можем найти в книге пророка Иезекииля, 34 глава, 15 и 16 стих сказано, «Я буду пасти овец моей, говорит Господь, я буду покоя них, потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу». Угнанную возвращу. Вот это слово «возвращу» и «подкрепляю» — это одно и то же еврейское слово. «И пораненную перевяжу и больную укреплю». То есть Господь, Он заботится, Он как добрый пастырь, Он находит и возвращает овцу и держит ее в своей стадии. То есть, другими словами, мы можем вспомнить притчу Иисуса Христа, когда Он приводил о заплучии овце, Он говорит, что пастырь добрый, Он идет и ищет. Он оставляет вот этих 99, Он оставляет в загоне или на какого-то еще одного пастуха, чтобы Он смотрел, а Сам идет и ищет вот эту заплучивую овцу. И когда наводит, Он ее приводит. Он не удовлетворен вот этими 99. Он ищет эту одну, чтобы иметь вот эту радость. И когда приводит, Он ее возвращает, вот это слово, возвращает душу, возвращает вот эту жизнь. Каждый из нас, который родился в этом мире, родился вне, я бы сказал, стада Божьего. И Господь, который сошел с неба, Он ходит и ищет этих овечек. Он нашел меня, Он нашел многих из нас, и Он возвратил нас в свое царство. И находясь в его царстве, в царстве Божьем, у нас есть еще, знаете, такая способность выйти из него. Где-то удалиться. Потому что царство Божье не пища и питье, а что? Правильность. Что? Мир и радость. И этот верующий человек, который начинает грешить, он теряет радость, он теряет мир, он теряет этот покой, он теряет общение. Он теряет правильные поступки, когда он выходит. И Господь, этот добрый пастырь, который возвращает, вот это слово возвращает. И дальше сказано, направляет. Он возвращает и направляет вот эту овечку. Это его забота о нас. И так он в наших нуждах. Он ведет на злачные бажики, к водам тихим, и он возвращает душу, он возвращает жизнь, для того, чтобы находиться в его стадии. Четвертая характеристика лучшего или доброго пастыря заключается в том, что он защищает от опасности. Четвертый стих. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Что такое долина смертной тени? Что, что мы здесь находим? Долина смертной тени — это место, в котором угрожает смерть. Если взять вот этот образный язык, это место, где, скажем, светит солнце, оно попадает на гору, и тень горы, она появляется где-то в долине. Вот где идет эта тень, там водятся вот эти хищные животные. И когда проходят овцы через эту тень, эту долину, это опасное место. Это может быть место возле леса, где тоже тень. То есть где вот эта тень, там ходят вот эти хищные животные, которые нападают на ветвь. Поэтому добрый пастырь, он защищает, он бодрствует, чтобы ни одна овца не попала в зубы хищного животного. Вы помните, когда израильский народ воевал против филистимлян, и у филистимлян был такой единоборец, Галиаф. Он выходил, и он давал такое предложение. Найдите среди себя одного человека, пусть он выйдет против меня. Если он победит, мы, филистимляне, будем вашими рабами. Но если я держу победу, тогда вы будете нашими рабами. В то время отец Давида посылает к братьям, чтобы он занес им пищу. И вот Давид выходит, и он слышит, что говорил вот этот Галиаф. Как он проклинал Бога Израиля. И что-то вот возгорелось внутри, он не мог это слышать, он говорит, я пойду против этого необрезанного. Я сражусь с ним. Господь предаст душу его в руки мои. Когда слышали об этом его братья, они говорили, что ты говоришь, то ты еще малый, иди домой. Но пошел слух к Саулу, поскольку никого не могли найти среди своих воинов, Давид говорит, я пойду. Саул, конечно, сомневался, но Давид говорит ему такие слова. Первый царь, 17 глава, 34 по 36 стих. И сказал Давид Саулу, раб твой, посовет у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал ему и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. А пастухи имели такой среди себя, может быть, не писанный, но закон, если хищный зверь уже забирал, как медведь или там лев, то пастуху не надо было бежать и выдирать, потому что было чревато его смерти. Поэтому, что ему нужно было, это принести какое-то доказательство и поклясться перед господином, что произошло. Ему снималась вина. Но мы видим, что добрый пастырь, как Давид, он гнался, он выдирал, он не давал забрать вот эту овцу. Он печется, он защищает, он даже свою жизнь ведет в опасность для того, чтобы защитить овцу. И сказано, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. И дальше твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Если мы вспомним посох, пастуха, он с таким крюком, и когда нападали животные, то он другой стороной защищал, защищал этих овец. То есть, этим жезлом он противоставал против этих животных, диких животных. С другой стороны, это посох с этим крюком, если где-то овечка попала в какие-то кусты, запуталась, не могла выйти, он брал его этим гачком за шею или за ноги и вытаскивали. Он направлял этим посохом, направлял вот этих овечек, чтобы они не сходили где-то в сторону. То есть, он заботился, он защищал, и поэтому сказано, что твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Потому что овцы знали, что если пастух рядом, он защищит, он направит в правильное русло. И последняя характеристика, которую мы не видим здесь в Псалме 22, но исходя из этих перечисленных характеристик, мы можем сказать, что добрый пастыр, он жертвует своей жизни ради овцы. Добрый пастыр, он жертвует своей жизни ради овцы. Евангелие от Иоанна, 10 глава, в 11 стихе сказано, «Я есен пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Пастыр добрый полагает жизнь свою за овец. Это то, что сделал наш Господь Иисус Христос. Он положил свою жизнь за овец. Вы помните, в Исаии сказано, мы все как овцы блуждали, совратились с дороги на свой путь, но Господь возложил грехи наши на него. И он отдал свою жизнь для того, чтобы мы находились на его пути, для того, чтобы мы находились на его пажите, для того, чтобы мы находились под его защитой. Я бы хотел, чтобы мы сейчас склонились перед нашим добрым пастыром Иисусом Христом. Поблагодарили его за то, что он является блюстителем душ наших, за то, что он нашел нас в этом мире, что он привел нас в свое царство, что он заботится, он водит нас на злачные пажики, он дает нам эту небесную манну для нашей души, он питает нас, для того, чтобы мы могли в нем возрастать, мы должны поблагодарить его за это, прославить его. И я попрошу в наших коротких молитвах, у кого есть желание сделать это, пожалуйста, пусть Бог нас благословит. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok